В прошлом году мы с друзьями решились ходить на одну интересную выставку. Встретиться договорились около метро. На значение премия мы собрались и очень долго ждали еще одного человека. Сначала он не отвечал наше общение, а когда мы до него дозвонились, оказалось, что он только что проснулся. Тогда один из друзей макнул рукой и сказал «Он без царя в голове». Я запомнила эту фразу, потому что не поняла ее точный смысл. Что она означает? Выражение «без царя в голове» произносят, когда говорят о человеке глупом, безрассудном и безответственном. «Без царя в голове» — так говорят о легкомысленном, безрассудном и даже глупом человеке. Например, о том, кто назначил встречу и просто не приехал, заставив всех волноваться. Происхождение данного фразеологизма связывают с пословицей «У каждого в голове свой царь». То есть «царь в голове» — это то же самое, что и «царь в государстве». А на Руси царь всегда считался самым мудрым человеком. Недаром его называли «батюшкой», даже если он был молод. Именно к царю обращались, если местные чиновники не могли решить какие-то проблемы. Вот и получается, что человек без царя в голове лишен самого главного — мудрости и рассудительности. Он совершает безответственные поступки, и на него совершенно нельзя положиться. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.